Сейчас обворожительную артистку Нелепшонную редко можно увидеть на экранах, но зато она сыграла довольно много ярких и запоминающихся ролей в советское время. Вспомнить ее можно по фильмам «Князь Игорь», «Молодые физика в половине десятого», «Служебный роман», «Агония Игорь де Марины», «Вперед». Приятного чтения, дорогие гости и подписчики канала. На самом деле нашу героиню зовут Нелли Тиеннал. Обшенная – это псевдоним, который она взяла, когда впервые вышла на сцену театра. Вместе с семьей, военным отцом и мамой, работающей учителем истории, она жила в Таллине до 18 лет, а потом отправилась в Москву, пытаясь стать профессиональной актрисой. Отец не хотел отпускать Нелли одну в незнакомый город, и из-за этого дома случались громкие ссоры. Однажды отец сказал ей «Если ты уедешь, то домой больше никогда не вернешься». Девушка обиделась на эти слова, незаметно собрала чемоданы, оставила прощальную записку, взяла немного припасенных денег и купила билет в столицу. Так как все деньги Нелли Пшонной ушли на билет, в первое время ей приходилось спать на вокзалах и в заброшенных зданиях. Вскоре будущая актриса устроилась уборщицей в кафе, и получила в этом же заведении коморку для ночлега. Когда Нелли более-менее привыкла к новой жизни, она решила написать письмо родителям, хотела рассказать, что с ней все в порядке. Отец ей ответил, поступая в свой театральный и возвращаясь к нам. Ругать не буду, твой любимый папа. А еще родители отослали ей немного денег, благодаря которым Нелли смогла отвлечься от работы, и наконец сосредоточиться на поступлении в театральный вуз. Она была очень красивой, поэтому с первой попытки стала студенткой Гитиса. У Нелли Пшонной была хорошая возможность сниматься в фильмах еще в студенчестве. Преподаватели ценили ее за трудолюбие и разрешали играть в кино, да и от режиссеров поступало много выгодных предложений. Однако актриса от всех ролей отказывалась, ссылаясь на то, что ей нужно сосредоточиться на учебе, а в период каникул она обязательно уезжала к родителям в родной Таллин. Но как только Нелли получила диплом, она отыгралась за все пропущенные годы. Она вступила в труппу театра им, массовета и выступала в абсолютно каждой постановке, а также снималась сразу в нескольких фильмах одновременно. Например, когда ей было 25 лет, у нее был примерно такой график, утром – театр, днем – съемки в фильме «Князь Игорь», вечером – съемки в фильме «Молодые». Обычно в год выходило пять картин с ее участием. Она почти всегда получала первостепенные роли, но, увы, успешных проектов в ее фильмографии немного. Выше я упоминал, что прежде чем поступить в театральный институт, Нелли Пшонная работала уборщицей. Она совмещала эту работу с обучением до тех пор, пока не вышла замуж за своего богатенького однокурсника, про которого мало что известно. Актриса рассказывала лишь то, что он полностью ее обеспечивал, и уговорил уволиться с кафе. Вместе они пробыли чуть больше шести месяцев, а потом вдвоем пришли к выводу, что лучше расстаться. Они просто были молоды, и поняли, что не хотят так рано погружаться в семейную жизнь. А на пике славы у Нелли Пшонной начались романтические отношения с артистом Алексеем Шейниным, с которым она сыграла свадьбу, когда забеременела. Через семь лет семья распалась. Неизвестно, что стало этому причиной, но развод оказался болезненным для обоих. В любом случае бывшие супруги общаются по сей день и часто проводят время с внучками Настей и Полиной. После развода у Нелли Пшонной было еще три неудачных романа, о которых она не любит вспоминать. Один из них был с молодым парнем, который годился ей в сыновья. Ей было 49 лет, а ему всего 19. Близкие люди говорили актрисе, что эти отношения ненормальные и их нужно прекратить, но ей было все равно, что говорят окружающие. Однако, со временем она сама поняла, что это аморально, и все-таки рассталась с парнем. В отличие от многих своих коллег, Нелли Николаевна оставалась востребованной артисткой в 90-е годы. Она снималась во всяких однотипных, особенно модных в то время криминальных сериалах, в дешевых мелодрамах. При этом признавала, что эти фильмы настолько халтурно сняты, что их вообще нельзя приравнивать к искусству. Актриса говорила, когда началась эта неразбериха в кино, все обозлились почему-то на нас, на актеров и актрис. Наша работа ведь заключается в том, чтобы хорошо сыграть. За сценарии, операторскую звуковую работу, за декорации и все остальное, мы не отвечаем. Играть в новых фильмах мне не хочется, в них нет души, но и отказываться я не могу. Не просто же так полжизни к этому шла. Сейчас, в возрасте 75 лет, Нелли Николаевна предпочитает проводить время в кругу семьи. Семь лет назад из-за тяжелой болезни не стала ее единственной дочке, и с тех пор карьера для нее отошла на второй план. Она живет вместе с внучками, которые ее искренне любят и во всем помогают. Большое спасибо и низкий поклон Нелли Николаевне за ее незабываемые образы, которые будут жить в сердцах зрителей вечно. Вам, дорогие друзья, спасибо за лайки, подписки и внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok